Всем привет! Сегодня в продолжении прошлого ролика о том, для чего мы делаем протезирование, я решила пойти немного дальше, почитала, полистала, поразмыслила и сделала для вас список тех активностей, физических активностей, которыми вы можете заняться после протезирования. Протезирование колена, протезирование бедра. Я очень надеюсь, что какие-то из моих идей вам понравятся, и, возможно, одну или даже несколько активностей, предложенных мной сегодня, вы сможете включить в свою повседневную рутину, то есть в свой день. Независимо от того, какую активность вы выберете, помните о том, что главное, чтобы она вам нравилась, чтобы это доставляло вам удовольствие. Иначе, если вы будете это делать только потому, что это нужно делать, что вы обязаны это делать, то в какой-то момент вы это бросите, это не будет работать. То есть самое главное правило, физическая активность, любая, либо несколько, должна доставлять вам удовольствие. После протезирования примерно от 3 до 5 месяцев вы можете начинать постепенно думать о том, чтобы заняться каким-то спортом, какой-то физической активностью. Почему такой разброс от 3 до 5 месяцев? Да, в общем-то, потому, что чем активнее человек был до операции, тем, скорее всего, он быстрее после операции сможет вернуться к спорту, вернуться к какой-то физической активности. Если вы были менее спортивны до операции, то, возможно, вам понадобится немножко больше времени для восстановления. Поэтому, в общем-то, по самочувствию от 3 до 5 месяцев в этот период вы уже можете задуматься о том, чтобы начинать что-то посерьезнее, чем просто обычные упражнения реабилитации. Итак, что это может быть? Это может быть велосипед, как на улице, так и дома, стационарный велосипед. Велосипед на улице. Если для вас это новая активность, то есть, если вы раньше не катались на улице, да, то, возможно, это не самый лучший выбор. Тогда как, если вы катались до протезирования, то кататься также можно и после протезирования, то есть риск падения, он снижается практически к нулю. Но все-таки выбирайте, наверное, может быть, не лесные какие-то прогулки, велопрогулки, а ровную поверхность, да, без кочек, без подъемов, без спусков. То есть, это должна быть ровная, спокойная поверхность. Далее, это могут быть прогулки в лесу, либо просто прогулки. Это может быть быстрая ходьба. Быстрая ходьба типа скандинавской ходьбы, то есть, ходьба с палками. Также это может быть ходьба с гантелями. Я вам как-то показывала уже несколько раз, но существуют такие маленькие гантельки, которые мы можем брать буквально, там они по полкилограмма, мы можем их брать в руки, либо также существуют такие, как гантельки, которые мы можем прикрепить на застежках, на щиколотке и на ноги. Они также небольшие, по полкилограмма, но они очень здорово добавляют кардионагрузку. Итак, быстрая ходьба с нагрузкой. Акваактивность, плавание, акваэробика, просто упражнения в бассейне. Все в бассейне, это все можно после протезирования. Пилатес также, да, можно. Силовые тренировки в спортзале, либо дома. То есть, это все упражнения с гантелями, с машинами, да, на укрепление мышечной массы. Это все можно. Также это может быть спуск и подъем по лестнице. Это тоже очень хорошая активность, о которой мало кто задумывается, но она существует как отдельная физическая активность. То есть, хорошо, если вы живете в квартире и у вас есть лестница. Знаете, такие лестничные пролеты между этажами. Можно подниматься по такой лестнице, либо если у вас в городе, либо в вашем где-то районе, да, есть лестница, которую можно использовать в качестве подъема и спуска. Это, знаете, что это отличный вариант. Танцы. Все виды танцев также можно, можно танцевать при протезировании. Но, знаете, да, и помните, что если вы выберете танцы, то избегайте эффекта скручивания в колене. То есть, чтобы у вас не было вот этого поворота в коленном суставе. Это после протезирования этого следует избегать, потому что вы можете повредить протез. Независимо от того, какую физическую активность, какой спорт вы выберете. Помните о том, что если это кардионагрузка, то желательно, чтобы вы делали эту нагрузку от трех до пяти раз в неделю, не меньше, по 20-30 минут. В идеале три-четыре раза в неделю по 30 минут это считается отличный вариант для того, чтобы у вас была нагрузка на сердце. Вы можете также делать и меньше, но считается, что как бы в теории, если вы делаете меньше, чем три раза в неделю и меньше, чем по 30 минут, то нагрузка на сердце, то есть укрепление сердца, оно будет незначительным. Если вы выбираете силовую нагрузку, то есть это все упражнения силовые с гантелями в спортивном зале, то это где-то два, максимум три раза в неделю. Ну, тренировка у нас примерно это 30-40 минут. Такая хорошая силовая тренировка. Опять же, желательно разогреться в начале, да, сделать полное разогревание, разогревание тела в начале и растяжечку, небольшую растяжечку в конце вашей тренировки. Опять же, если это силовая тренировка. Надеюсь очень, что какие-то из моих идей спортивной активности, физической активности вам понравятся. Вы возьмете себе на заметку, может быть, даже начнете заниматься. Пишите также, может быть, у вас есть какие-то другие идеи, чем вы занимаетесь после протезирования. Также будет интересно и мне, и уверенно другим подписчикам. Желаю вам, желаю всем нам оставаться в прекрасной физической форме, в прекрасном здоровье. Прощаюсь с вами до следующих роликов. Всем пока!